Если вот этот рекормон один раз укол после гемодиализа сделали, и он действует, даёт эффект, а вот этот репоэтин, вот это новое лекарство, его надо два раза минимум колоть, а то и три раза. А где тогда экономить? Руслан Токтоналиев, как и многие больные с заболеванием почек, зависим от гемодиализа. Несколько раз в неделю, в течение трёх с половиной лет, он ходит на эту процедуру в национальный госпиталь. Каждый раз мужчине вводят рекормон, препарат, повышающий гемоглобин. А после чистки крови его уровень падает до экстремально низких показателей. В этом году чиновники Минздрава решили закупать другой медикамент, предназначенный для этого репоэтин. И всё бы ничего, однако, как говорит мужчина, на территории страны этот препарат не опробирован. К тому же, отмечает Руслан, в рекомендации к применению написано, что репоэтин запрещен тем, у кого проблемы с сердцем или высокое давление. А по некоторым данным, о которых также рассказывают пациенты, в Кыргызстане несколько десятков человек умерло вследствие применения этого медикамента. Зная и слыша опыт других, зачем я буду сам себе враг, что ли, и применять это лекарство. Я, если будет, например, если мы ничего не добьёмся и нам это будут предлагать, я напишу письменный отказ. И будем заказывать, я не знаю, ну, какими-то способами, там, с Алматы или с России, да, грубо говоря. В инструкции производитель пишет чёрным по белым. Категорически запрещается. То есть, даже потом, если мы начнём судиться, они скажут, ну, мы же написали, а что вы хотели? Минздрав говорит, люди разные, у кого-то даёт реакцию, у кого-то не даёт реакцию. Пусть проведут клинические испытания на территории Кыргызстана. На волне протестов на два ближайших месяца Минздрав решил выделить пациентам, получающим гемодиализ, прежний препарат «Рикормон» швейцарского производства. Однако тендер на поставку рекордства для больных с позичной недостаточностью уже провели. Выиграл его индийский медикамент «Трипоэтин». Чиновники утверждают, что экономится 6 миллионов сомов. Эффективность у этих препаратов, по словам медиков, одинаковая. К тому же используют его в 28 странах мира. А в феврале этого года он прошёл процедуру перерегистрации в нашей стране. Надо открыто сказать, что идёт агрессивный маркетинг, который наблюдается во всём мире. То есть, когда на фармацевтическом рынке страны, какой-либо страны появляется новый препарат, то тот препарат, компания, которая монополизировала, не хочет впускать другие лекарственные препараты. И здесь вовлекают и самих пациентов, и врачей. И на сегодняшний день, можно сказать, что нет никаких данных, чтобы мы закупили более дорогой препарат, это рекормон. Закон, говорят в Мездраве, они нарушать тоже не могут. Выиграл конкурс участник с самой низкой ценой. Не выберешь его, у чиновников будут проблемы с аудиторами и правоохранителями. Пациенты, получающие гемодиализ, говорят, что эта ситуация не нова. Несколько лет назад им уже пытались заменить препарат. Дело тогда дошло до суда, и его пациенты выиграли. Тот препарат также был индийского производства, со множеством побочных эффектов. Минздраве уверяет, что с февраля этого года в страну завезли 35 тысяч упаковок репоедина. Пока ни одной желтой карты не поступило, а именно при ее наличии можно усомниться в качестве медикамента.